Зарница, Иволга, Театральное Приволжье и многое другое. Общественные проекты Приволжского федерального округа давно зарекомендовали себя как площадки, где каждому можно реализовать свой творческий потенциал. На окружном совещании в Нижнем Новгороде обсудили итоги общественных проектов и планы на 2023 год. Главный итог прошлого года – это больше миллиона участников со всего Поволжья. От Ульяновской области участвовало 17 тысяч человек. Это школьники, студенты, молодые семьи, специалисты различных отраслей и представители серебряного возраста. Наверное, главным итогом прошлого года стало то, что мы вышли на охват 1 миллион жителей нашего округа, которые приняли участие в окружных общественных проектах во всех регионах округа. Это, естественно, те, кто принимал участие в различных этапах этих проектов. Я думаю, что это позволило в первую очередь то, что мы научились совмещать форматы. Мы и онлайн-форматы, и оффлайн-форматы. По словам Машковцева, охват участников увеличили за счет патриотических проектов. К примеру, на любимую многими игру «Зарница» регулярно приезжают сотни школьников. Игры проходят на территории военных частей под руководством опытных военных. В прошлом сезоне команда из Димитровграда заняла пятое место в общекомандном зачете. Это и лагерь «Гвардец», и наша «Зарница» традиционная. И я думаю, что в этом году мы этот показатель точно снижать не будем для этих проектов. При этом лагерь «Гвардец», как и в прошлом году, также останется главным мероприятием, которое будет собирать лучших из лучших. В этом году количество участников окружных мероприятий планируют увеличить, привлекать муниципальное образование. К примеру, один из самых популярных молодежных форумов «Иволга» в этом году будут проводить силами всех регионов ПФО. Появятся и новые спортивные проекты. Участники – студенты средних специальных учебных заведений. Организаторы планируют развивать баскетбол 3х3. Напомним, окружные проекты проходят под патронатом полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.